Пришел к апостолу Андрею один мужчина из Филиппа по имени Медий, чей сын сильно страдал от болезни, и сказал апостолу, «Пожалуйста, о человек Божий, верни мне моего сына, потому что не дужен он телом». И сказал это, он горько заплакал. А блаженный апостол, оттерший его щеки и погладив его по голове, говорит, «Мужайся, дитя, только верь, и исполнится твое желание». Затем, взяв его за руку, он отправился в Филиппы. И когда они вошли в город, встретился им старик, прося за своих сыновей, которых Медий по невыясненной причине подверг теремному заключению, и они гнили там от ран. Обратившись к Медию, апостол сказал им, «Послушай, человек, ты просишь исцелить твоего сына, когда у тебя самого сидят в оковах те, чья плоть уже разложилась». «Так вот, если ты хочешь, чтобы твоя просьба дошла до Бога, сними прежде с юношей цепь, дабы твой сын избавился от болезни. Ведь я вижу, что препятствие для моих молитв – то зло, которое ты совершаешь». Тогда Медий припал к его ногам и, обнимая их, сказал, «Пусть отпусть от этих двоих и семерых других, о которых ты ничего не слышал, только чтобы исцелился мой сын». И он приказал вывести их к блаженному апостолу. Возложив на них руки и три дня, омывая их раны, он вернул им здоровье и даровал свободу. А на следующий день, сказал он юноше, «Встань во имя Господа Иисуса Христа, который послал меня, чтобы я исцелил твою немощь». И, взяв его за руку, поднял его. Тот сразу же вскочил и стал ходить, славя Бога. А звали юношу Фелионидий, и он был более двадцати двух лет. «И когда народ восклицал, и нас исцели от недугов, раб Божий Андрей, сказал апостол юноше, «Пройди по домам больных, и во имя Иисуса Христа, которым ты сам был исцелен, прикажи им подняться». А тот, к удивлению народа, прошел по домам больных и, призывая имя Христова, вернул им здоровье. Уверовал же весь народ, и, принеся ему дары, попросили послушать Слово Божье. А блаженный апостол, проповедуя истинного Бога, не принял никаких даров. Затем некто Николай, один из граждан, приведя позолоченную колесницу с четырьмя белыми мулами и конями того же числа и цвета, преподнес ее блаженному апостолу с такими словами, «Прими это, раб Божий, потому что я не нашел среди своих вещей ничего приятнее. Пусть только исцелится моя дочь, которая страдает от сильной боли». Блаженный апостол с улыбкой ответил ему «Прямую твои дары, Николай, но не эти видимые, ибо если за свою дочь ты пожертвовал то драгоценное, что было у тебя дома, то насколько больше должен ты за душу? Ведь я хочу получить от тебя то, чтобы этот внутренний человек познал истинного Бога, своего Творца и Создателя всех, отказываясь от земного и желая вечного, отрицая приходящее, а любя вечное, отвергая то, что зримо, и к тому, что незримо, направляя ум в духовном созерцании, чтобы когда ты преуспеешь в этом при помощи воспитанного чувства, «Сподобился ты последовать в вечную жизнь, а также и со своей дочерью, здесь исцеленной, наслаждаться в этой вечной радости». Сказал это, он убедил всех, оставив идолов, уверовать в истинного Бога. Также и саму дочь Николая он исцелил от болезни, которой та страдала, и все возвеличивали его, так что по всей Македонии прошла слава о чудесах апостола Андрея, которые он совершил над недужными. А на следующий день, когда он учил, вот некий юноша воскликнул громким голосом, «Что тебе и нам, Андрей, раб Божий? Ты пришел, чтобы согнать нас с наших мест». Тогда блаженный апостол подозвал к себе юношу и сказал, «Поведай нам, творец преступлений, что это ты сделал?» А тот, «Я в этом юноше обитал с детства, полагая, что никогда из него не уйду. А третьего дня я услышал, как его отец сказал своему другу, «Пойду-ка я к человеку, рабу Божьему Андрею, и он исцелит моего сына». Теперь же, страшась мучений, которые ты нам причиняешь, я пришел, чтобы выйти из него перед твоим лицом». И сказал это, и, простершись с ниц перед ногами апостола, он вышел из юноши, и тот исцелился, и, поднявшись, прославил Бога. Такую ведь благодать даровал Бог святому апостолу, что все единодушно пришли послушать слово спасения, и сказали, «Поведай нам, человек Божий, кто истинный Бог, чьим именем ты исцеляешь наших больных?» Но и философы пришли и спорили с ним, и никто не смог противостоять его учению. Пока же все так происходило, восстал некий противник апостольской проповеди и пришел к проконсулу Бирину с такими словами, «Восстал негодный человек в Фессалонике, который проповедует разрушение храмов богов, отвержение обрядов и отказ от всех установлений древнего закона. Проповедует он почитание одного единственного Бога, чьим рабом он себя объявляет». Услышав это, проконсул послал воинов вместе с обсадниками, чтобы они привели того пред его очи. Подойдя к воротам, те спросили, в каком доме остановился апостол Андрей. Войдя же туда, как увидели, что его лицо блистает сильнейшим сиянием, так упали перед его ногами. А блаженный апостол рассказал слушателям, что именно о нем было сообщено проконсулу. И народ, придя с мечами и палками, хотел убить воинов, но запретил им святой апостол. Проконсул же пришел туда, но когда не нашел апостола в городе, где он приказывал, зарычал, словно лев, и послал двадцать других. И они, поднявшись к дому, как увидели блаженного апостола, смутились и ничего не сказали. Тогда проконсул, услышав об этом, сильно разгневался и послал множество воинов, чтобы привести его силой. Увидев их, апостол спросил, «Ради меня вы пришли? А те, ради тебя, если ты тот мах, который проповедует, чтобы не почитали богов». Он сказал им, «Я не мах, но посланник Бога, моего Иисуса Христа, которого я и проповедую». Пока это происходило, один из воинов, охваченный бесом, вынул меч и закричал, «Что тебе и мне, проконсул Вирин, что ты посылаешь меня к человеку, который может не только и знать меня из этого сосуда, но и даже сжечь меня своей силой? О, если бы ты сам вышел ему навстречу и не сделал ему никакого зла!» Когда же он сказал это, бес вышел из воина, и вот воин упал и умер. Между тем и пришел проконсул в великой ярости и стал за святым апостолом, не смог его увидеть. Тот сказал ему, «Я тот, кого ты ищешь, проконсул». И тот час открылись его глаза, и он увидел его и сказал с негодованием, «Что это за безумие у тебя презирать наш приказ и подчинять наших слух своему влиянию? Ведь совершенно очевидно, что ты мах и злодей. Теперь же я брошу тебя зверям за насмешку над богами и над нами, и когда ты увидишь, сможет ли избавить тебя распятый, которого ты проповедуешь?» Блаженный апостол ответил ему, «Следует тебе поверить проконсул Бога истинного, который послал сына своего, Иисуса Христа, особенно когда ты видишь, что один из твоих воинов погиб». И обратившись к молитве, святой апостол долго изливал Господу свои мольбы, а затем коснулся воина со словами, «Встань! Воздвигает тебя Господь и мой Иисус Христос, которого я проповедую». И тот час воскрес воин и стал здоровым. Когда же народ воскликнул, «Слава Богу нашему!» Проконсул говорит, «Не верьте, люди, не верьте магу!» А они крикнули в ответ, «Не магия это, но здравое и истинное учение!» Проконсул сказал, «Этого человека я предам зверям, а о вас напишу Цезарю, чтобы вы поскорее погибли, потому что нарушили его закон». Они же, желая побить его камнями, ответили, «Напиши Цезарю, что македоняне приняли слово Божье и отвергнув идолов, почитают истинного Бога». Тогда разневанный проконсул удалился в приторий и с наступлением рассвета привел зверей на стадион и приказал притащить и вывезти на стадион блаженного апостола. Получив такой приказ, его потащили за волосы, ударяя палками и бросив на арену, выпустили дикого и ужасного кабана, который три раза обошел вокруг святого апостола и ничего плохого ему не сделал. Увидев же это, народ воздал славу Богу, а проконсул приказал выпустить теперь быка, которого привели 30 воинов и гнали двое охотников. Не коснулся он Андрея, но растерзал в клочья охотников, а затем издав рев упал и издох. И тот час воскликнул народ «Истинный Бог Христос!». Пока это происходило, ангел Господень явно спустился с неба и стал укреплять святого апостола на стадионе. Потом проконсул, полая гневом, приказал выпустить жесточайшего леопарда, а тот, миновав всю толпу, поднялся к проконсульскому месту, схватил его сына и задушил его. И такое безумие охватило проконсула, что нисколько он об этом не опечалился и ничего не сказал. Тогда блаженный апостол, обратившись к народу, говорит, «Поймите теперь, что истинного Бога вы почитаете, чьей силой побеждаются звери, но которого теперь не признает проконсул Вирин. Однако я, чтобы вы еще легче уверовали, воскрешу также и его сына во имя Христа, которого проповедую, дабы смутился его неразумнейший отец. И, простершись на земле, он очень долго молился и, взяв за руку задушенного, воскресил его. Увидев это, народ возвеличил Бога и хотел убить Вирина, но не позволил им это апостол. Вирин же смущенный удалился в свой приторий. После этих событий один юноша, который уже был с апостолом, указал своей матери на то, что случилось, и побудил ее выйти навстречу святому. Подойдя к нему, он припал к его ногам и попросил послушать слово Божье. Когда он удовлетворил ее мольбу, она попросила его пойти на ее поле, где был змей удивительных размеров, который опустошил всю округу. При приближении апостола он громким шипением и поднятой головой выполз навстречу, ведь в длину он был пятидесяти локтей, так что все присутствовавшие задрожали от страха и попадали на землю. Тогда святой Божий сказал ему, опусти голову, мертвенный, которую ты поднял вначале на погибель роду человеческому, подчинись слугам Божьим и умри. И тот час змей спустил тяжкий стон, окружил большой дуб, стоявший рядом, и обвившись вокруг него, изрыгнул поток яда вместе с кровью и издох. А святой апостол пришел в имение женщины, где лежал мертвый мальчик, которого укусил змей. И увидев, что его родители плачут, он сказал им, наш Бог, который хочет, чтобы вы спаслись, послал меня сюда, дабы вы уверовали в него. Теперь же ступайте, посмотрите на смерть убийцы вашего сына. А те ответили, не будем мы скорбеть о смерти сына, если увидим отмщение врагу. Когда же они ушли, апостол говорит жене проконсула, пойди подними мальчика. И она, нисколько не сомневаясь, подошла к его телу и сказала, во имя Бога моего, Иисуса Христа, встань, мальчик, невредимым. И он тот час воскрес. А его родители, вернувшись с радостью того, что увидели смерть змия, обнаружили мальчика живым и, простершись перед ногами апостола, поблагодарили его.